Доброе утро. Доброе утро. Почти 8 часов утра. Собираемся в школу. Девчонки уже ушли, потому что им сегодня к 7.30 Макс с Каролиной собираются. Макс играет утром, как всегда, перед школой. Осталось 10 минут. Нужно собрать нотчбоксы, водичку. Все съели, Каролина не доела. Просто у нас ребенок. Тебе помочь или сама? Сама. Точно? У меня, оказывается, все закончилось. Ничего нет, чтобы детям дать в школу. Сегодня нужно поехать за продуктами. Намажу хлебушек с нутеллой. Тут еще чуть осталось. Нет ни булочек, ни печенюшек. Вот последние печенюшки остались. Так, только осторожно, хорошо. Ручки потом вытирайте. Так, все. Осталось 5 минут. Мама! Их утро очень сильные. Не могу их выпасить. Бутылка. Макс, осталось 5 минут. Так, а где Макса рюкзак? Мак. А, вот он. Макс. Еще у них сегодня спорт. Сумечку со спортом. У Макса рюкзак большой все помещается. Так, 2 минутки обуваемся. Эм, они даже не слышат, они играют сюда. Привет! Да. Уже, вообще-то, довольно давно привет. Только сейчас привет. Ты только заметила, что я снимаю? Да. Угу. Привет, привет. Пока, пока. У меня 2 раза? Нет, у тебя сегодня не 2 раза. А, у Макса 2 раза. У тебя в четверг 2 раза. Послезавтра? Угу. Послезавтра у тебя 2 раза, а у Макса нет. Только сегодня и все. Сегодня у вас дац и спорт. Давай, давай, сумочку бери. Спит она еще. Кепочку. Все, пока. Давайте. Пока. Пока. Хорошо вам получится? Пока-пока. 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 Приехали в наш магазин, а тут все так поменяли, перестановку сделали, ремонт. И теперь ищу, не знаю, что где, продают все по-новому. Мы все ходим, бродим, изучаем. В общем, вроде я тут набрала овощи и фрукты. Нужно еще что-нибудь деткам в школу взять. Вот такое вот они любят. С джемом. Вывод. Тоже нужно. О, тут белый шоколад. Белый шоколад. Школа началась, поэтому школьная канцелярия. Да, мне тоже кажется, что тут сейчас все потерянные ходят. Потому что привыкли к одному, потом все поменяли. Мне кажется, цены поднялись немножко. Потому что чувствуется... Сейчас посмотрим, сколько мы заплатим. Примерно я знаю, сколько мы тратим. Такие вот, что ли. Такие печенюшки тоже вкусные. Две полные сумочки у нас вышли на 200 франков. Ну, в принципе, нормально. Нормально. Нормально получилось. Взяли мороженую покушать. Кокосовый мочи. Кофе. Это Лео взял себе такой вот сэндвич. И мне вот такую булочку. А то мы не позавтракали, сразу поехали. Привезли с собой пластиковые бутылки выбросить. Чуть не увезли обратно домой. Здесь вот выкидывают отдельно. Привет. Я думала, ты на автобусе. У тебя же коленки болят? На электровелике не болят коленки? По ссылке приехали. Она так давно ждала. Да, она просто взяла посмотреть, она не купила. Там у нее обувь и еще что-то. Но шорты ты купишь, да? Так, ладно. Разбираем пакеты. И будем еще соль. В последнее время стала вот такой салат брать, уже нарезной. Добавляю рыбку, тунца, еще что-нибудь там, кукурузку, горошек и все. Тебе не жарко в толстовке? Ну? Да, жарко. Жарко? Ну-ка, 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 ну-ка. А, это низенькие. А, это только у тебя пноши в сети покупают. Ну, это же на... Сколько стоит? Не знаю. 160? Не 160. Нет. Это же Найки. Сейчас вся молодежь. По крайней мере, все здесь носят Найки. Молодежь. Сейчас молодежь носят. Это тоже Найки? Джорданы, что ли? Такая эта. Так она будет пачкаться очень быстро. Маргарита, где-нибудь зацепишь, все, сразу ниточка раз. Как-то они прикольные, но мне кажется, где-нибудь зацепка и все. Что? О, вот эти классные. Вот такие есть. Ну, вот будешь работать себе все, хоть покупай. Раз в месяц. Раз в месяц по новой паре. У Ксюши травма была такая сильная на пальце. Мы же не показывали, да? Мы в блоге не снимали в это время. У нее большой палец. Вот этот пальчик у нее, видите, отрастает новый, потому что она содрала. Закрыла вот эту дверь и вот палец прям попал вот в эту щель. И ноготь вот прям вот так вот приподнялся. Он его сдавил и он приподнялся и отвалился. Теперь у нее новый растек. Быстро он у тебя, да? За сколько? Через неделю? Через неделю он уже отвалился у нее, она его сняла. Водичку взяла с собой? Нет. Почему нет? Не знаю. Надо брать. Напоследок надо попрыгать. Опа! Все, один раз прыгнула, поехала. Осторожно на дороге, пожалуйста. Без шлема, без ничего. Ни в какую шлем не надевает. Пока погода у нас хорошая. Солнышко, тепло на велосипеде. Как только дожди, так на автобусе. Бонни, пойдем домой. 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 Быстро домой. Давай, заходи. Вот, кто спрашивал про нашего Рики. Все с ним хорошо, живой. Так вот, не знаю, здоровый или нет, он лысеет почему-то. Что это такое у него? Или он сам это выдирает? Смотрите, у него лысины. Залысины у него здесь вот по бокам. Что такое? Я не знаю. И немножко на голове, по-моему, лысеет. Может, это за то, что он старенький? Или он чем-то болеет? Я не знаю. Какие-то у нас есть? Вроде это нормально. Он активный, бодренький, кушает, бегает. Но почему-то вот лысеет он. Может, от старости? И гусечка наш маленький. Ну, у меня тоже по цвету больше голубые. Надеюсь, вот она померила, а тем на синие. Ну-ка, покажи. Нет. А, это Страдивариус. Страдивариус. Это тридцать четвертый размер. Сели уроки делать немецкий. Бабушка спортом занимается. По дорожке ходит. Последнее слово напиши вот это. Тебе удобно так сидеть? Да. Ну, потом получается криво, некрасиво. В школе тоже так сидишь? Да. И не ругают за это? Нет. Можете сидеть как хотите? Да. Нас ругали. Мы должны были ровно сидеть. Не лежать, а сидеть. А ты лежишь. Давай, пиши. И тоже можно так. Ну, так же неудобно? Неудобно. Крива спиная. Ой. Крива спиная. Нормально. Спина кривая будет. И болеть будет спинка. Нужно ровно сидеть, Каролина. Ровно. Я не могу ровно. А потом приходишь и говоришь, мама, у меня спинка болит. Поэтому и болит. Ну, ровно. А мне больно? Больно? Конечно, ровно больно. Потому что ты уже привыкла криво сидеть. А в математике где книжка? А? Такая маленькая книжечка по математике. Какая? Ну, вот. Тут написано математика. Тебе нужно математику сделать? Ой. Математику нужно сделать. Ну да, за сколько? В четверг у нее читать нужно. Леся как? Нет, мама. Это когда ты что делаешь в школе. А так можешь знать. Да. И потом что-то начинаешь. И тут будет читать. Написано. Тогда мне надо читать, знать. А потом в школе прямо дома читать. Дома читать не надо? Нет. Нет. Тут не написано. Не написано? Понятно. Система у вас какая-то обучение странная. Абсолютно другая школа. Другие задания. Вообще другая система обучения. В каждом городе своя система обучения. А рюкзак? Или ты еще не уходишь? Еще не ухожу. Вот твой замочек на месте. Сегодня Ксюша... Сегодня Ксюша тоже перед уходом попрыгала. Разочек. Напоследок. Что ломается? Я знаю, нам нужно это... Нужно купить новые запчасти. Так ты делала сальто, нет? Делала. Получается? Да. Угу. Все размялось. Помещается? Надо Ксюше тоже купить такое. У нее это... Это маленький. Спина устает. Но он же был, да, уже? Оно так продавалось. Мы отдельно купили? Ага. А то Ксюша спина устает и с рюкзаком ехать. Время 3 часа. Сейчас Макс придет. А можно снимать? Нет. Зачем? Иди за Максом сходи. А можно что-то другого? Нет. Меня Ксюша попросила найти старые фотографии. Для школы ей нужно... Открыла я тут флешку. И смотрим старые видео фотографии. Нашла одно видео. Маргарита училась читать по-русски. 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 Ну, а что такого? Так, музыку выключим, а то она заблокирует нам. Это Каролина танцевала. Каролина сверху помогает. Сколько здесь? Месяца, наверное, 4-5 месяцев, наверное, где-то так. Видите, уже какой волосатик был. Здесь ей уже больше года точно. Полтора, может быть. Полтора годика примерно. Это вот Ксюня. Здесь ей тоже, по-моему, годика-два. Это я вязала шапку, шарфик. Это мы когда еще в Кыргызстане жили. Убил другого. Вот, это мой брат. С девчонками ходили в этот музей бабочек. Вот, видишь, какие бабочки? Никогда. Сейчас покажу. Вот, Ксюша бабочка. Ксюша! Ксюша бабочка. Представляете, она вот так вот в платьишке носила когда-то. Мама. Такая вот принцесса маленькая. Вот. Белая с крылышками. Бабу, я уже... Так, где-то здесь я была беременная. Сейчас покажу. Вот я беременная. Это я уже была беременной Каролиной. Вот и тут, Каролина, в животике у мамы. Это я делала снимок в 3D. В 3D снимок мы ходили делали. Что? Это ты в животике, тебя сфотографировали в животике. Это как другая. Другая, смотри. Это как глаз. Это глаз, да, открыт? Да. Две кудрявые. Это вот Каролина уже родилась, там в больнице были. А куда мой... Вот Лео, видишь, папа твой первый раз тебя держит такой задумчивый. Думаешь, что такое произошло? Я стал папой. Гоша вот с тобой, видишь, сфотографируется. Так, вот еще одна фотография, где я беременная. Вот видите, пузико у меня. А почему еще пузик такой? Ну, пузико растет. У меня, смотрите, волосы длинные были. Такая уже пухленькая. Тоже здесь, ну... Месяц, наверное, седьмой был. Не очень сильно большой живот. Вот эта фотография классная. Тут Макса не хватает. Но Макса еще не было в это время. У меня вообще мало фотографий. Я почему-то не фотографировалась особо беременная. Поэтому тут уже Макс родился. Макс вот такой вот родился, но с картошкой. Тут уже девчонки держат его. Тут вот Каролина с Максом играет. Что-то там она ему хочет. И вот так и сама на стул. Опа! Сейчас попой нащупает. Почему она так делала, я не знаю. Можно просто сесть. Нет, ей нужно именно попой нащупать и сесть. Ксенечка. Кривляка. Уроки делаем? Математику? Нет. Смотри. Не надо. Что тебе надо? Вот это. Вот это. Вот это. Вот это. Вот это. И вот это. На фрайд так сделать? А я даже не начал. Так у тебя время еще есть. Еще сегодня, среда, четверг. Еще три дня. Если сделаешь сегодня, завтра и... Я не хочу, потому что это сложно. Это дроби вы делаете? Ой, моя самая нелюбимая. Тебе нравится? Нет. Я тоже никогда не любила эти дроби. Я не умею. Не умеешь? Нет. Ну делаешь же как-то. Ну как-то. Хоть как-то делаешь. Лучше всех даже. Лучше всех? Ну вот, а говоришь, не умеешь. Ты себя недооцениваешь. Я вообще не умею. Ты себя недооцениваешь, Маргарита. Тебе задание дали в школе или ты сама? Я сама. Сама хочешь? Ну смотри. Почему я в школе... Не знаешь, как первую петельку сделать? Я так сделаю и смотри. Ну, как показывают на видео. Зацепляешь ее. И вот так вот. Видишь? Я так же и в школе делаю. Делай, как делается с руками. Пальчики. Вот. А теперь надо... Теперь вот так. Теперь прокручиваешь. Просовывай. И чуть-чуть тяни. Просовывай. О! Подожди, подожди. О! Молодец. Маленькая ниточка у тебя. Ну ты поняла как? Смысл как? Представляете, мы будем... Все будут учиться, а Маргарита поедет в лагерь. На сколько она? На неделю. На сколько она неделю? Да. Все будут учиться, а не в лагерь поедет. Деловая. Ух ты, это кто ко мне пришел. Мороженое мне принес. Спасибо большое. Буни тоже пришла. Бонечка, иди сюда. Присаживайся. Ну зачем ты ее кидаешь? И Маргарита сейчас ее принесет. Панакотта. У нас сегодня будет на ужин. Пришла я такой вот кабачок. Перекрутила фарш. Здесь индейка и свинина. И будут у меня вот такие вот котлетки. Не буду их жарить, я буду готовить в духовке. Жарить не хочу. Написано, кабачок не очищать, но я очищу. Мне не нравится шкуркой. Там написали один кабачок. А какого размера кабачок, неизвестно. Вот у меня, например, вот такой большой. Также есть совсем такие маленькие. Мама, не очень. Что? Невкусный сок? Если бы они писали в граммах сколько, то один кабачок. Может он быть маленький, а может быть и большой. Вот у меня большой, я не знаю как. Так, все. Скоро сезон тыквы. Пойдем обязательно купим тыкву. Не одну. Они уже там на полях такие большие. Скоро их будут собирать. И мы пойдем за тыквами. Так, ну все. Так, начинаем. Пучок натерла, отжала. Теперь просто нужно это все вместе смешать. Фарш, манка, яйца. Забыла яйца. Так, здесь у меня... Так, здесь у них 400 грамм мяса. Но у меня больше. У меня, по-моему, даже килограмм. Два раза больше. Написано 3 штуки яиц. Что, 6 яиц что ли добавлять? Манная крупа, 2 столовые ложки. Мука нужна для панировки. Соль, специи. Короче, мука. Манная крупа, 2 столовые ложки манной крупы. Но у меня, наверное, написано 2 столовые ложки. Но я, наверное, добавлю 4. Раз, два, три, четыре. Есть лепь. Добавляем специи. Гучки моем. И перемешиваем. Нет, еще не кушать. Я еще только готовлю. Ну, кушать буду. Ну, да. А что? Где-то через час. Вот что получилось. Слепить у меня не получится. Котлетки руками. Я вот так вот ложечкой беру. И вот так вот ровненько выкладываю. Все. Вот такие вот котлеточки получаются. Надеюсь, они там не расплывутся в духовке. К лепешке. И вот так вот мы сюда пробуем. Пониже или повыше. Чего-то сверху, наверное. Мне тут еще, наверное, на два раза вот так вот. Как готовится котлетки, я сделаю салат. Вот такой вот уже нарезанный. Здесь сухаем. Добавляю фасоль. И рыбку. Тунец. Добавляем рыбку. Ой! Это нам не надо. И получается очень вкусно. Время даже не засекало, если честно. Сколько оно там готовилось. Ну, должно. Мне кажется, ну, полчасика это точно. Она быстро приготовится, так как это фарш. Все рубленое, все мелкое. Вкусно получается. Мне кажется, можно добавить еще кабачка. Много фарша. Куда это мы лезем? А? Вот так. Нету там ничего. Мне хочется добавить еще кабачка. Потому что тут прям мяса много. Нужно было убрать немножко мяса. Я взяла рулетку. Будем измерять. У вас. Какой рост у вас. Смотрим, за сколько вы выросли. Чего садишься? Пошли измеряться. А мороженое будешь есть? Пойдем. За лето. Не за лето даже. Когда мы в последний раз измерялись? У нас обычая. Уходите. Давай рулетку. Метр шестьдесят четыре. А я? Так, Маргарита метр шестьдесят четыре. А я? Шестьдесят пять, наверное. Давай, уходи. Парали на сто тридцать два. Уходи. Нет. Сто тридцать пять. Макс на три сантиметра выше. Верья. Ну-ка. Верь. Сто шестьдесят четыре с половиной. На полсантиметра, Ксюша, выше. Как? Это может быть. На полсантиметра ты выше. Я полсантиметра выше. У Маргариты сто шестьдесят четыре, у Ксюши сто шестьдесят четыре с половиной. Ну, если я вот так стою, у меня плечи же выше. Каролина мне вон какой-то подарочек сделала. Крючком вышивала. Косички сама. Крючком вязала, то есть. Значит, Каролина сто тридцать два, Макс сто тридцать четыре. Он больше тебя на два сантиметра. Ты куда? Все включаешь? Окей. Давай, все. Сломал. Ложимся встать. Не хочешь спать? Я знаю, что ты спать не хочешь. Такой синий вам не мешает свет? Синий. Как они могут при свете при таком спать? Я очень много весы сделала. Хорошо, давай спать. Завтра будешь дальше продолжать. Маргарита, ты волосы не высушила. Да. Слышишь? Давайте. Собираемся. Это легально? Это нелегально. Интернет не ловит здесь. Слишком далеко от этого. От вай-фая. Ну, Ксюша завтра учится до одиннадцати. На сорок пять минут меньше, чем Маргарита. Пока. Спокойной ночи. С чем папета? Это для зубов чистилет. Он все время только вот этим делает. Ладно, все, ребят, всем пока. Спокойной ночи. У меня еще волн, сколько посуды и уборки. Я лучше буду дома, как ты убирать, чем я буду идти в школу. Вот такой ожог. Она же упала. Недавно на батуте. Сожгла. Не болит уже? Угу. Ну все, давай. Тут тоже чуть-чуть не так сильно. Все, всем пока. Все, пока. Спокойной ночи. Пока. Ух ты, это кто такой. Все. Спокойной ночи.